доброе утро мои дорогие зрители всех приветствую всем рада с вами наталья думала не буду выходить а потом нет ну как же я своих девчонок не поздравлю дорогие мои девочки все девочки от нуля и до бесконечности всех поздравляю с международным женским днем 8 марта и как бы это ни звучало банально всем желаю здоровья красоты любви радости чтобы мужчины которые рядом с вами баловали вас а если у вас нет таких мужчин девочки балуйте себя сами покупайте себе цветы конфеты парфюм все что ваши душеньки угодно поэтому я очень вас люблю вы у меня самые адекватные самые лучшие и поэтому самого большого счастья для нас ну что погода не очень радует на праздник солнышко нету все пасмурно за окном минус 4 обещают нам дочь со снегом ну нету солнышко и да уже такие тучки ходят вот как будто сейчас начнется ливень но ничего неприятности это мы переживем меня поздравили ведь у меня мимоза стоит аромат классный я почему-то именно на 8 марта не люблю розы но не знаю мне нравится чтобы было мимоза тюльпаны в крайнем случае нарциссы это вот типичные первые весенние цветы но это даже не подснежники подснежники нам тоже не нужны а вот эта красота пахнет конечно вроде бы куст обыкновенный куст а такой аромат кто у меня там шарухается кто-то но аромат от него шикарный поэтому еще раз всех с праздником ну и уж и начала если тогда давайте поговорим о этой недоматери хочу сказать наш пострел везде поспел вчера девчонки скинули что она попала на фото да мы видели эту конфетку опять в зеленом платье блин чон так зеленый любит есть всего два месяца беременности а пузо как как будто и уже через месяц рожать попала на на поздравление многодетных мам перинатальном центре в тамбове там министерство здравоохранения тамбова пригласила их ну что мы посмотрели на этом сайте очень хороший комментарий там все оставили по поводу быковой что я хотела сказать перинатальному центру города тамбова не того человека вы поздравляете этот человек вас давно уже унизил оскорбил отделение для родов я не знаю как женская консультация но вот именно рот до перинатального центра отделения родблока она замесила назвала вас мясниками садистами и как она вас только не обозвала поэтому вера варвару она поехала рожить москву поэтому я бы такую мадам но на учет вы не имеете право ее не поставить но я бы не стала бы с ней щасюкаться и перед ней раскланиваться не тот это объект да и не тот человек которого можно ставить пример шалава она и в африке шалава хоть и многодетные но не путевые даже если взять ее статью бред сумасшедшего и опять она замесила артема с ульяной детей быкова ну насколько мы знаем быков дал согласие чтобы она их мусолила он не запрещает про них говорить он такой же скотина как и она но я думаю что дети сейчас вырастут станут совершеннолетними и они и покажут козью рожу точно потому что когда парню 18 лет и про него пишут что он приехал к ним домой и писался ну ты своих вспомни буквы у тебя данилия сколько лет а он по парту лазит это нормально вообще нет поэтому ты своих миссий как хочешь хочешь доль хочешь поперек но ты как сказал я своих показывать не буду но так изредка и говорить про них не буду имею право тогда канал назови по-другому многодетная многодетная шалава до рожу или так вот рожу от любого тебе же сам процесс нравится ну и короче говоря вот эта статья где она опять вспомнила что она была полуприемная мама 6 лет двоих детей от первого своего предыдущего брака и как она их любила и как они ее мамой называли а куда им деваться если им отец сказал вот это ваша мать ну конечно значит будет мать будет мамой да и теперь она прицепилась гришиным детям но не дает ей покоя вот это приемные дети но у нее такого нету и она вот все пытается стать полуприемной мамой я была конечно о марине лучшего мнения но если марина да и гриша такой же козел который позволяет вот этой шабалде говорить о своих детях называть их имена рассказывать про них если вы такие хорошие родители у вас такие хорошие отношения почему вы какой-то третьей тетки даже если вы с ней были раньше знакомы даже если вы были раньше с ней друзья и марина вообще как отдаст своих детей я не могу понять она уже и гришных детей девочка не ульяна тоже не успевает в учебе мамы и учат дома в девчонки большие отставания поэтому быкова когда к ней приезжает репетитор идите уже по полнедели у нее живут интересно какие дети о каких детях она говорит как кроме ульяной мальчику она уже сама быква написала что я не помню как его звать мальчик останется с мамой потому что ему три года а вот девочка ульяна скорее всего будет у них жить и быкова же ведь зацепила двух старших детей которые извините грише никто ну если он официальных усыновил дочерил то тогда да но там одна совершеннолетняя неужели ты думаешь что совершеннолетняя дочь взрослая девушка будет есть какой-то левой тетки быкова у тебя фантазии работают слишком бурно поэтому статья опять она такая вот такая она хорошая это вы знаете для идиотов которые ее просто не знают но вы новички пришли все будет ой какая она и у того мужа двоих детей была полуприемная мама и здесь она собирается чужих детей принять какая мать блин а мы ее не ценим быкова мы тебя знаем как облуплено ты со своими то не занимаешься вот ты в телеграм канале выставляешь покупаешь рекламу выставляешь логопед с четырех лет онлайн занимать твои дети занимаются логопедом что у женьки с речью ей может быть операцию надо было делать на челюсть сначала уздечки подрезать еще что-то она кому-то советует вы знаете я вот обратила внимание любят у нас те кто ничего не делают советовать другим я все время хочу спросить а вы сами-то это применили вы сами это сделали вот и быкова то списать кредиты то логопеда то онлайн школа какая-то то еще какая-то хрень она все рекламирует но ничего не делает при этом а зачем не надо ей этого от слова совсем ей нужны мани 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 да и поэтому не буду вас сегодня долго задерживать статья как всегда бред сумасшедший я теперь считаю не только быкову больную на голову и пышечка точно такой же до и ваньку я чувствую что и гриша с мариной вот они все одного поле ягоды вот все одного поле ягоды у них у всех что-то с головой не в порядке что там происходит я не знаю ну если бы кого марину замесила что у нее там сколько-то к целой куче биологических отцов да марина вы биологическая мать вы не родная мать вы биологическая биомать да био а быкова берет биоматериал у вашего биогриши и рожает био детей будет рожать дай бог здесь родит поэтому вот такие новости на вчерашний день ее хомяки ее поддерживают те которые такие же недалекие вчера побежали под конец дня по обзорным каналам но быкова то не выходит да блин да кинь ты им эту кость выйди сними в ролик расскажи какую-нибудь очередную хрень чтобы они к нам не бегали ведь носятся как кони им скучно такую хрень пишут слов нету одни буквы остаются ну сидите вы у быковой на канале пишите ей там хвалебные свои оды с утра до вечера пересматривайте вы ее виды стримы видео стримы статьи перечитывайте не ходите к нам не надо вам же у хозяйка не разрешает этого делать хотя бы очень хорошо продвигаете канал все мои хорошие еще раз всех с праздником всем добра и любви здоровья здоровья еще раз здоровья ваша наталья до встречи кто been сам пока когда